Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев, вы смотрите Ньюз Тайм и прямо сейчас о самых ярких событиях шоу-бизнеса. Участники Бридж ТВ и Нитфо Фест группы Эстрада Рада выпустили клип Рамаяна. Главной роли снялась миссис Россия Алиса Крылова. Звезда фильма «Такси» Самина Сири избит в Москве. По сообщениям прессы, причиной стал конфликт актера с одним из посетителей столичного караоке-клуба. В Москве при поддержке Бридж ТВ состоялся грандиозный забег корпораций. Наша съемочная группа оказалась в самом эпицентре событий. Бегу все возрасты покорны. Именно это доказал третий в истории забег корпораций, прошедший в Москве на Гребном канале. Партнер центральной сцены забега корпораций – телеканал Бридж ТВ. Крупнейший кабельный телеканал популярной зарубежной музыки, осуществляющий вещание с 2005 года на территории России и стран СНГ. Вперед на преодоление заветной дистанции можно было отправиться почти с пеленок от шести месяцев. Ну а среди взрослых бежали сотрудники крупнейших российских компаний. Корпоративный дух поднимается до таких децибелов, что это видно по реакции, это видно по обратной связи, это видно по болельщикам, по бегунам. И, наверное, это один из поводов поднять культуру своих компаний, своих сотрудников просто на какой-то пиковый уровень. Мы тренировались очень долго, на протяжении практически полутора месяцев, два раза в неделю у нас были тренировки с профессиональным тренером, который нам рассказал, как правильно бегать, как избежать травм. Команда побеждает в спорте, команда побеждает в бизнесе, поэтому такие мероприятия обязательно важны. Главный забег на дистанции 2, 5 и 10 километров стартовал при жаре выше 30 градусов. Однако уже вскоре бегунов ждал еще один природный сюрприз – сильнейший ливень. Скажите, а как круче? Все-таки под палящим солнцем или льет, как из ведра? Круто, когда сначала под палящим, а потом льет, как из ведра. Спасибо за дождь, потому что дождь, я прям ждала его. 5 километров осилила, я горжусь собой, ура! Ощутимый драйв, который дает тебе силы добежать до финиша. На самом деле это круто. Все понравилось, и организация, и атмосфера, и сам забег. Лично я сдалась бежать в такую жару. И я хочу сказать, что каждый, кто пробежал, любую дистанцию, вы действительно герои. Помимо забега участники и болельщики могли посетить зоны спортивных активностей, красоты, здоровья и знакомств. Не обошлось и без сбора средств для благотворительных организаций. Тем временем музыкальным гостем вечера стала группа «Моя Мишель». Вокалистка Таня захотела и сама однажды пробежать дистанцию, даже несмотря на отсутствие опыта в прошлом. Я никогда не бегала, кроме вокруг школы, вокруг стадиона, когда на меня кричал физрук и говорил «Ткачук ты не сдашь!». Ну а самые быстрые из бегунов, пробежавшие 10 километров, в этот день не ушли без заветной именной медали. Победителю среди мужчин достались боксерские перчатки от Кости Цзю. Ну я полупорфессионал, чемпион России на 100 километров, член сборной России, поэтому 10 километров пробежать для меня совсем не сложно. Ну у меня нет таких регалий, это, наверное, моя первая медаль за первое место. Это просто ежедневные тренировки и бег скорее как просто хобби. Я с большой завистью и с большим уважением на них на всех смотрел, потому что мне под крытой сценой было как-то легче. Завершением и без того яркого дня стали краски Холли. Для трех с половиной тысяч человек, посетивших забег корпорации при поддержке Бридж ТВ, этот день однозначно стал одним из самых запоминающихся в летнем сезоне. Друзья, на этом все. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске Ньюстайм. С вами был Андрей Галтеев. Пока!